Он мне показал кусочек Москвы, и мне так захотелось там побывать. Мария должна как можно скорее поехать в Москву. Твоя бабушка просила тебя встретить и приглядеть. Закинул старик свои соцсети в инновационном море. Сидит без подписчиков. Наверное, какой-то модный блогер. Ты, давай вперед. Его так же невинно хлопай глазками с видом. Полной идиотки. Пошла. Лен, ну ты просто где-то там, понимаешь, изменилась мне. В моем собственном доме. Никогда нельзя сдаваться и показывать сопернику, что он сильный. Беру тебя на испытательный срок. Благодарю вас, сударный. Москва глазами психолога-иностранки. Моредьба. Рефат Гусланов. Решила сделать тебе сюрприз, думала, ты обрадуешься. Ты просто персонаж из какого-то фильма. Нет, ты даже принцесса из мультика. Она сама неожиданно ко мне приехала. Ну и Светка взяла ее на работу. Я, конечно, не так себе представляла Москву. Такая энергия, красота. Я тут как будто дома. Благодаря МОЗ вижу, ты знаешь настоящую Москву, не туристическую. Бесплатный сыр только у коммунистов. Куда? Мария, потомок русских эмигрантов 20 века, приехала в Россию впервые ко мне. Но мне чужой среди своих не нужен. В этом деле, как в политике, тут не важно, опытный ты или неопытный. Важно, эффективный или неэффективный. Занимайтесь спортом. Ну просто чувствуешь какой-то глоток свободы, что ли, понимаете? Который так нам иногда не хватает. Сколько не дай! Ночью дверь при-при комодом. Я надеюсь, комод у него есть. Бабушка!